Всем привет, ребята! Это Алена Вен. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, о моих советах и наблюдениях, как быть красивой. И это немножко иронично, потому что завтра я надолго улетаю из страны, поэтому у меня последний день записать видео. Сегодня я буду говорить о красоте, о здоровье, о свежести и так далее. И именно этой ночью я почему-то решила лишь спать в 5 утра. Молодец! Хотя я очень надеюсь, что я все-таки не выгляжу как зомби. И да, поскольку мы с вами сегодня будем говорить именно о красоте, на фонтик я поставила кучу разных цветов, потому что красота — это цветы. У меня лично прямая ассоциация, я человек простой. Красота — это действительно женская сила, это наше, так сказать, преимущество. Да, среди нас много умных и талантливых, но все-таки красота — это одно из самых сильных оружий женщин. Поэтому для нас это важно, потому что это один из наших методов влияния. И, в принципе, я думаю, это естественное желание любой девушке, хочется нравиться и хочется быть красивой. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны, а также на мою инстаграм-страничку. Ну что ж, давайте я уже поделюсь с вами своими наблюдениями и советами. Поехали! Сегодня будут не советы и не лайфхаки, как сделать какую-то прическу или макияж, или подобрать лук. Мы будем говорить о красоте девушки и женщины в общем, потому что красивой нужно быть всегда, а не становиться ей в последний момент. Потому что накрутить волосы и запшикать это все лаком — это не значит стать красивой. Итак, первое. Если у вас нет привычки носить каблучки, то я вам советую начать привыкать, потому что это действительно смотрится очень красиво. Вы становитесь выше, что визуально удлиняет ваши ноги. А если ноги удлиняются, то визуально в пропорции ляшечка становится тоньше. Естественно, тоже визуально. И плюс к этому у вас даже походка меняется, она становится более женственной. На каждый день выбирайте толстые каблуки с устойчивой платформой или же туфли или босоножки на платформе. Ну а также на какое-то событие или свидание я, например, обожаю туфли-лодочки. Но я понимаю, что постоянно носить каблуки — это не очень удобно, потому что ноги устают, потому что стопа находится постоянно в неудобном положении. Из-за высокого подъема подушечки на ногах получают очень большую нагрузку. И это, конечно, все доставляет дискомфорт. Но у меня есть классный лайфхак на этот случай. Или совет лайфхак — это, наверное, уже зашкварно говорить, да? Нет. Очень удобно в обувь пододевать гелевые стельки «Шоль». Они смягчают давление, предупреждая усталость ножек, и весь день вы как будто ходите на пружинках. Стельки сделаны специально для туфель на каблуке, для обычных лодочек и даже для открытых босоножек. В общем, подойдут под любую обувь. Они не уменьшают размер обуви, и нога не скользит за счет антискользящих точек, что тоже предупреждает усталость. Так что, девчонки, если вы хотите каждый день или просто часто носить каблуки, это просто must-have. Второе. Девчонки, вы очень сильно недооцениваете осанку. Как правило, одно из самых привлекательных качеств человека — это уверенность в себе. Если ты нравишься себе, то ты нравишься окружающим. Уверенность в себе — это, конечно же, широкая и отдельная тема сама по себе. По этому поводу есть одно классное правило — fake it till you make it. По-русски это значит примерно изображай это или притворяйся этим, пока ты этим не станешь. То есть даже если вы не чувствуете супер какой-то харизмы или уверенности в себе в данный момент, ведите себя так, как будто чувствуете. И один из самых быстрых способов вот так вот сделать из себя королеву — это просто расправить плечи и поднять голову. Причем при этом вы еще выглядите худее. Серьезно, раньше сама не обращала внимания на этот пункт, пока не начала снимать видео, и действительно заметила, что если я сгорбленная, я реально выгляжу толще. В реальной жизни абсолютно то же самое, поэтому мой вам совет — всегда помните про осанку, всегда вот здесь проверяйте, в каком положении ваша спина. Третий и очень важный пункт — это здоровье. Румяна, хайлайтер — это все фигня. На уставшей, прыщавой, обвившей кожи это смотрится некрасиво. Я в последнее время намного меньше крашусь, вы даже видите на видео. Во-первых, я себе перестала нравиться слишком накрашенной. Во-вторых, это очень хорошо для кожи. Особенно, если сейчас будет теплеть, кожа будет потеть, поры будут забиваться. Поэтому я вас призываю стремиться к тому, чтобы стараться выглядеть красиво без косметики. За счет хорошего сна, хорошего питания, тренировок и большого количества воды. Поверьте мне, свежее лицо, упругая кожа, выспавшиеся глаза... Виновата. Они смотрятся всегда намного круче и привлекательнее, чем самый заоблачный макияж. Ну и когда человек здоров, я думаю, вы сами замечали, он просто светится, у него куча энергии, он улыбается и, соответственно, выглядит красиво. Поэтому здоровье это еще, наверное, с каменного века залог привлекательности. Никак не могу выкинуть пункт с весом. Есть девочки, которым вот небольшая такая полноватость реально идет. Когда это не жесткий, конечно, обвисший целлюлит, но вот такая вот пухленькая, такая щекастенькая. Но идет это, конечно же, не всем, а тем более в нашей культуре, в отличие от американской, более ценятся худенькие, подтянутые девочки. Ну и лишний вес, как правило, визуально еще прибавляет возраста, что тоже не плюс в нашем желании быть красивыми. Советую вам никогда не сидеть ни на каких диетах, потому что ваш вес это ваш, так сказать, лайфстайл. На диете вы временно ограничили себя, временно сбросили вес, потом обратно набрали. А постоянное правильное питание и ограничивание порций это стиль жизни, это нужно делать постоянно. И тогда у вас постоянно будет хорошая фигура. Фигура это питание плюс спорт, поэтому если для вас это возможно, закажите себе тренера. Во-первых, он расскажет вам, как правильно, как неправильно, распишет систему тренировок. А во-вторых, он будет нехилой такой мотивации, потому что вы уже подключаете человека, вы уже не сможете пропустить какой-нибудь день, просто потому что вам лень. Если у вас нет возможности нанять тренера или просто ходить в спортзал, ребята, хватит отмазываться, вы можете заниматься дома. 15 минут каждый день или через день может выделить каждый. Поэтому если вы до сих пор этого не делаете, то дело банально в лени. Давайте смотреть правде в глаза. И, кстати, я не знаю, замечали вы или не замечали, но заниматься каждый день по чуть-чуть намного легче, чем заниматься через день. Потому что там нет варианта пропустить в принципе. Слокает моя девочка. Какая ты красивая у меня. Какая ты замечательная. Какая ты сверхъестественная у меня. Ну все, 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 польстил. Ребят, на канале Руслана каждый день выходят новые видео, наши влоги о нашей жизни, поэтому обязательно переходите. Работа, Лена, я проверил, что хорошо вы все будете. Спасибо. Создай себе стиль. Если у вас есть какие-то вопросы с подбором одежды или создание себе стиля самостоятельно, выберите себе какой-то ориентир. У всех у нас, то есть у людей, есть свои типажи. Возьмите для себя как пример какой-нибудь селебрити. С ней уже работают профессиональные визажисты, стилисты, фотографы. То есть все уже было сделано за вас, грубо говоря. Вот мой типаж, например, это Нина Добрев. Мне, в принципе, нравится, как она одевается, мне нравится, как она красится. Поэтому в свое время я пыталась сделать что-то похожее. И как ни странно, мне это действительно шло больше, чем что-то, что я делала до этого. В плане одежды тоже выберите себе ориентир по стилю, по комплекции. И просто сохраняйте луки, сохраняйте, копите. И если вам сложно себе что-то подобрать, просто полностью фотку берете и идете в магазин покупать вещи с картинки. Если у вас ограниченный бюджет, то желательно, чтобы это были базовые вещи, чтобы они хорошо комбинировались между собой. Потому что если вы будете покупать, допустим, ярко-желтый салатовый пиджак, то вряд ли вы его будете носить каждый день, потому что он приестся. А вот белая блузка, черная майка или футболка идет и с джинсами, и с бриджами, и с шортами, и с юбкой. Не бросается в глаза, не запоминается. Поэтому советую вам хорошо подумать, прежде чем купить какую-нибудь очень запоминающуюся вещь. Последний и очень важный пункт – это улыбка и доброе отношение к людям. Я по себе лично замечаю, что я начинаю ассоциировать не только внешность, а даже цвет одежды человека с чем-то красивым, когда он ко мне добр. Так что советую вам не гнаться за какими-то глупыми трендами, а быть естественными, здоровыми и красивыми. Если вам понравилось это видео, вы услышали для себя что-то интересное, то поставьте там видео пальчик вверх, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны, а также на мою инстаграм-страничку. Ну и я вам желаю интернет счастья, света и добра. Пока!